Мы работаем с молодёжью и школьной, и студенческой, и работающей молодёжью. У нас ведь в России возраст молодёжи от 14 до 35 лет, это, я считаю, несколько поколений даже, с учётом того, как сейчас развивается то или иное направление. Вот молодёжь наша, возрастная, и молодёжь, которая ещё совсем юная, у нас совершенно разные видения развития той или иной ситуации. И важно выслушать друг друга, и важно прислушиваться. Поэтому проекты молодёжного совета как раз направлены на работу со школьниками. У них абсолютно другое видение жизни города Перми, своего будущего. Оно уже нетрадиционное. И, учитывая, что юное поколение – это будущее города, важно прислушиваться к нему, важно его немножко корректировать, направлять. У нас еженедельно по средам и четвергам в 17.00 проходят рабочие встречи. Любой молодой человек может прийти в Перскую городскую думу, в зал номер 3, по адресу Ленина 23, и заявить о своей идее, рассказать ей, пусть она будет немножко банальна, пусть она будет ещё не проработана. Мы с ребятами, с активными, с теми, кому интересна эта идея, мы её разработаем, доработаем и попытаемся довести до конечного результата. Общеизвестно, что у нас в городе Перми на сегодняшний день порядка 97 территориально-общественных самоуправлений во всех районах города. И при них было создано всего 14 молодёжных ячеек. По поручению главы города Перми, молодёжный совет, начал создавать молодёжное объединение «Притоз города Перми». Дело в том, что молодёжь активная, она есть и в городе Перми, и в микрорайонах. И эта активная молодёжь хочет участвовать в жизни и развитии своих территорий. На базе, с целью как раз предоставления такой возможности работы общественной и социальной, при «Притоз» создаются молодёжные ячейки, представляются все условия для реализации их социальных проектов, а мы, молодёжный совет, им передаём свои проекты и, конечно же, получаем опыт от их деятельности. К нам в молодёжный совет как раз приходили ребята, которые пытались завязать отношения с местными территориально-общественными самоуправлениями, «Притозами», и в которых, к сожалению, пока не получалось, либо их не пускали. Есть такая традиция, что действительно председателями ТОС являются уже люди в возрасте. Это, с одной стороны, хорошо, и с другой стороны, не очень. ТОС не развивается в части молодёжной политики. В связи с этим мы, как молодёжный совет, выступаем неким таким мостиком между существующей властью в ТОСе и теми ребятами, которые бы хотели тоже работать.